Однажды в густом лесу жили два неразлучных друга — совенок Оливер и кролик Лео. Оливер, мудрый и наблюдательный, парил в ночном небе, а Лео, быстрый и ловкий, исследовал лесную подстилку. Их дружба была крепкой, как самые старые деревья, а их приключения ходили легендами. Однажды на лес обрушился шторм, в результате чего огромное дерево упало и заблокировало путь между их домами. Оливер не мог облететь его, а Лео не мог зарыться под ним. Будучи преисполненной решимости преодолеть это препятствие, они решили объединить свои силы. Оливер своими заркими глазами заметил поблизости улей. Лео, друживший с лесными существами, обратился за помощью к пчелам. Вместе они разработали план по уборке упавшего дерева. Вокруг жужжали пчелы, поднимая маленькие веточки и листья. А Оливер и Лео работали, не покладая рук. Благодаря командной работе, смеху и немного творчества, они расчистили путь, и лес гудел от благодарности. Животные устроили праздник в честь необыкновенной дружбы Оливера и Лео. С этого дня лесные друзья знали, что никакая проблема не может быть слишком сложной, если они справятся с ней вместе. История Оливера и Лео стала вечной историей дружбы, единства и невероятной силы, которую дает помощь друг другу. Однажды в густом лесу жили два неразлучных друга — совенок Оливер и кролик Лео. Оливер, мудрый и наблюдательный, парил в ночном небе, а Лео, быстрый и ловкий, исследовал лесную подстилку. Их дружба была крепкой, как самые старые деревья, а их приключения ходили легендами. Однажды на лес обрушился шторм, в результате чего огромное дерево упало и заблокировало путь между их домами. Оливер не мог облететь его, а Лео не мог зарыться под ним. Будучи преисполненной решимости преодолеть это препятствие, они решили объединить свои силы. Оливер своими заркими глазами заметил поблизости улей. Лео, друживший с лесными существами, обратился за помощью к пчелам. Вместе они разработали план по уборке упавшего дерева. Вокруг жужжали пчелы, поднимая маленькие веточки и листья, а Оливер и Лео работали, не покладая рук. Благодаря командной работе, смеху и немного творчества они расчистили путь, и лес гудел от благодарности. Животные устроили праздник в честь необыкновенной дружбы Оливера и Лео. С этого дня лесные друзья знали, что никакая проблема не может быть слишком сложной, если они справятся с ней вместе. История Оливера и Лео стала вечной историей дружбы, единства и невероятной силы, которую дает помощь друг другу. Однажды в густом лесу жили два неразлучных друга — совенок Оливер и кролик Лео. Оливер, мудрый и наблюдательный, парил в ночном небе, а Лео, быстрый и ловкий, исследовал лесную подстилку. Их дружба была крепкой, как самые старые деревья, а их приключения ходили легендами. Однажды на лес обрушился шторм, в результате чего огромное дерево упало и заблокировало путь между их домами. Оливер не мог облететь его, а Лео не мог зарыться под ним. Будучи преисполнены решимости преодолеть это препятствие, они решили объединить свои силы. Оливер своими зоркими глазами заметил поблизости улей. Лео, друживший с лесными существами, обратился за помощью к пчелам. Вместе они разработали план по уборке упавшего дерева. Вокруг жужжали пчелы, поднимая маленькие веточки и листья. А Оливер и Лео работали, не покладая рук. Благодаря командной работе, смеху и немного творчества они расчистили путь, и лес гудел от благодарности. Животные устроили праздник в честь необыкновенной дружбы Оливера и Лео. С этого дня лесные друзья знали, что никакая проблема не может быть слишком сложной, если они справятся с ней вместе. История Оливера и Лео стала вечной историей дружбы, единства и невероятной силы, которую дает помощь друг другу. Однажды в густом лесу жили два неразлучных друга — совенок Оливер и кролик Лео. Оливер, мудрый и наблюдательный, парил в ночном небе, а Лео, быстрый и ловкий, исследовал лесную подстилку. Их дружба была крепкой, как самые старые деревья, а их приключения ходили легендами. Однажды на лес обрушился шторм, в результате чего огромное дерево упало и заблокировало путь между их домами. Оливер не мог облететь его, а Лео не мог зарыться под ним. Будучи преисполненной решимости преодолеть это препятствие, они решили объединить свои силы. Оливер своими заркими глазами заметил поблизости улей. Лео, друживший с лесными существами, обратился за помощью к пчелам. Вместе они разработали план по уборке упавшего дерева. Вокруг жужжали пчелы, поднимая маленькие веточки и листья. А Оливер и Лео работали, не покладая рук. Благодаря командной работе, смеху и немного творчества, они расчистили путь, и лес гудел от благодарности. Животные устроили праздник в честь необыкновенной дружбы Оливера и Лео. С этого дня лесные друзья знали, что никакая проблема не может быть слишком сложной, если они справятся с ней вместе. История Оливера и Лео стала вечной историей дружбы, единства и невероятной силы, которую дает помощь друг другу. Однажды в густом лесу жили два неразлучных друга — совенок Оливер и кролик Лео. Оливер, мудрый и наблюдательный, парил в ночном небе, а Лео, быстрый и ловкий, исследовал лесную подстилку. Их дружба была крепкой, как самые старые деревья, а их приключения ходили легендами. Однажды на лес обрушился шторм, в результате чего огромное дерево упало и заблокировало путь между их домами. Оливер не мог облететь его, а Лео не мог зарыться под ним. Будучи преисполненной решимости преодолеть это препятствие, они решили объединить свои силы. Оливер своими заркими глазами заметил поблизости улей. Лео, друживший с лесными существами, обратился за помощью к пчелам. Вместе они разработали план по уборке упавшего дерева. Вокруг жужжали пчелы, поднимая маленькие веточки и листья, а Оливер и Лео работали, не покладая рук. Благодаря командной работе, смеху и немного творчества они расчистили путь, и лес гудел от благодарности. Животные устроили праздник в честь необыкновенной дружбы, Оливера и Лео. С этого дня лесные друзья знали, что никакая проблема не может быть слишком сложной, если они справятся с ней вместе. История Оливера и Лео стала вечной историей дружбы, единства и невероятной силы, которую дает помощь друг другу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова